Люди не очень любят притормаживать на пешеходах-переходах, поэтому, когда я так перехожу дорогу, у меня сжимается одна мышца очень сильно. Если у вас мало времени, если вы не можете тренироваться ежедневно, или у вас впереди какой-то там вынужденный пропуск тренировок, командировка, важные дела, цепь нот по работе, то вполне разумно выполнить большой объем тренировочной работы за одну тренировку, а в последующем дать больший объем отдыха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На раме-то ближе мы все маленько забавно, топал по улице в мотоботу, пригнал мотик на ТОшку, и решил что-то покачаться, взял с собой вещи, и буквально в 8 минутах к хорьбе пешком оказался в фитнес-клуб, позвонил, гостевые есть, вот пришел, короче, я тренич. В общем, шейкер занимает много места, поэтому я баночки не выбрасываю, я теперь баночки ношу с собой, и прямо в баночках размешиваю и протеин, вот сейчас тут, ну тут не предтренд, чисто не думайте, тут и БЦА, и предтренд, и цитрулин, и л-карнитин, и креатин, вот, в общем, такое дело. Поэтому банку не выкидываю, может, это будет мой шейкер тренировочный сегодня. Я пригнал мотик на ТОшку, оказался максимально близко в 6 минутах хайбэклуб, Сегодня по плану спина, спина, и мне нужен кроссовер, я тут первый раз, называется, это у нас фитнес-лайт, клуб, записи будет мало, потому что батареи в GoPro 20%, пауэрбэнк, конечно, с собой, но есть воззрение, что пауэрбэнк уйдет на телефон, хотя нет, мне сегодня нужно поставить зарядку до телефона на мотоцикл вывезти, поэтому будете заряжаться, так что вообще супер. Вообще, довольно-таки важный момент во время тренировки, это куда направлен ваш взгляд, то есть в пол, а больше не забирать наверх, смотреть в пол не надо, надо смотреть, только стоите, вот так вот, не клоняйтесь, смотрите, не в пол, не в пол сморь, вперед перед собой четко, тогда будет более такая щадящая нагрузка на шею. В общем, у меня по плану, спина, плечи и руки, побывающие в плане нагрузки, спина прям тяжело, насколько получится. Думаю, что 3-4 упражнения спина, примерно 12 подходов рабочих, два упражнения плечи и по одному на руки. Вот такой вот будет план на сегодня. Вчера сделал грудь, но сделал ее, делал долго, долго разминался, болел, болело место надрыва, но в итоге вышел на довольно комфортный жим, в итоге штанги. Давно не жал, было тяжело, очень хотелось движение-то подделать. И, конечно, без рисков, без боли, поэтому разминался минут 35, наверное, и столько же времени жал. Это была и вся тренировка. Продолжение следует... Насколько вообще уместна такая тренировка? Если у вас мало времени, если вы не можете тренироваться ежедневно, или у вас впереди какой-то там вынужденный пропуск тренировок, командировка, важные дела, этот сейтнот по работе, то вполне разумно выполнить большой объем тренировочной работы за одну тренировку, а в последующем дать больший объем отдыха. То есть, в принципе, я на этой неделе уже выполнил весь объем необходимой работы по верху тела. Ну, выполню все какие-то тренировки остаток, да? Потому что, ну что, грудь я потенировал, сейчас проработана будет спина, вся дельты, и сделаю руки. То есть, для этой недели останется тренировка только для нижних конечностей. Это будут ноги, опять же, полностью задняя и передняя поверхность. Сегодня, о той день недели сегодня, я не знаю, сейчас скажу. Среда. Вторник. Сегодня вторник. Получается, наверное, будет завтра, просто завтра один или два дня отдыха, и после тренировки ног, и все, свободен, можно заниматься другими делами. Естественно, можно делать кардио, любой день отдыха, кардио приветствуется. И у меня точно оно будет в каком-то формате, плюс все аномотики все эти дни. Тоже такая дополнительная. Как ни крути, нагрузка, потому что, ну, потом, ты не сидишь на кресле хотя бы, а потом ты двигаешься. Даже интересно, вообще, на самом деле, какой расход калорий при езде на мотоцикле. Ну, когда едешь там, ну, быстро, не будем скорость называть, потому что это плохой пример для молодежи. Ну, короче, едешь ты быстро, шея точно напрягается так безумно, будто бы 300 приседаешь. Ты ни разу не приседал 300, но думаю, примерно такие же ощущения по напряжению, потому что бошку просто ветром отрывает. А так, конечно, кайфово, мега кайфово. За окном такой приятный солнечный вид. Тренируюсь почти все упражнения делаю возле окон открытых, потому что так кайфово и свежо. Вот, все, осталось, значит, добить, 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 наверное, еще одно упражнение на дельте. Это будут подъемы троса до рукояти с нижнего блока между ног перед собой. Непонятно, правда сказал? Пойдемте, покажу. Сегодня у меня, в принципе, много времени, даже еще я закончу тренировку, время останется. Посижу в парной, потом пойду в магазин, взять и отплю воды с магнием. Сейчас много обычной воды продается, я видел и светоисточник, и бонах, или минерали, обогащенные магнием. У меня магния дефицит в организме, потому что всех других минералов прямо чуть выше середины нормы, то есть хороший баланс, у магния дефицит, даже с дополнительным приемом, видимо, проблемой с усвоением. Поэтому сейчас покупаю магнием воду обогащенную, иначе просто знаю, что у меня будут судороги. Вот тут все это дело стоит, я пошел за водой, я купил себе кусок пирога, 220 грамм пирога с луком и луком. Люди не очень будут притормаживать на пешеходах-переходах, поэтому, когда я так перехожу на дорогу, у меня сжимается одна мышца очень сильная. Вот, она сжимается, и я внимательно перехожу на дорогу. Купил пирог, у меня в рюкзаке где-то грамм с собой, вам насыпано 80 изолята, поэтому я иду сейчас за водичкой, куплю воды, из бутылки немножко отопью, и приготовлю себе протеин. Покажу вам супер хитрый метод, как дать вторую жизнь упаковке маленьким баночкам от спортивного питания. Правда, не выкидывайте это, ну, я реально сам переживаю, что много пластика приходится использовать, но никуда от этого не уйти. Пакетик от людей не готова покупать капсулы. Хотя мне было бы лично без проблем. Но есть моменты рынка, которые при собственном желании я переделать не могу. Кроме дьявола, для девушки, вот так вот. Мы в культурной столице живем. Одна бутылка с очень широким горлышком, так что прямо насыпать будет изи. Прямо под музончик буду идти. Короче, будет удобнее, ка насыпать мне порошок валяще, товарищи. Почему музыка, кроме корёта, только во всяком порожняке? Блядь, звук с говно. Машине претензий нет. Если она едет и не сильно загрязняет окружающую среду, это нормальная машина. Вполне. Но! Вот это вот дребезжание помоечное. Блин, ну, ну, можно же закрыть окошки, включить себе нормальную музыку, и окружающих нет. Не беспокоить. И это не культурно. Это не культурно, а не культурно это нехорошо. Потому что, как я уже заметил, мы же где живем? В городе Героя. В Санкт-Петербурге, Ленинграде. Шутка. Такие ждут товарищи, как и везде. Ну, может, чуть более тормозутые, потому что ближе к Синляндии. А в остальном такие же. Сейчас надо найти скамейку. И там приготовить себе коктейль. И уже по дороге все это пить. Потому что нужно выпить много воды, чтобы в мотосалоне сходить, сделать по-маленькому. Потому что потом, иначе будет негде. И негде. А в 4 встреча. Ой, ну что, ребятки. Сейчас. Подровняем камеру, насколько сможем. В общем, история такая. Тут насыпан протеин в баночку. Много. А в баночке есть такой вкладыш. Что мы делаем? Мы берем бутылку. Пьем. Анатолий с магнием. На вкус. Вкус просто дерьмо. Какой-то лайм. Офратительный. Что мы делаем? Вот так. И начинаем. Вот я рукожоп. В общем, ладно, короче. Я тоже. Тут еще кривуля. Фу. Еще и камеру, да, затрал? Ладно. Сейчас придется доработать мою вороночку. И еще более сделать ее. Лучше, чем картонка, уже не будет. Кстати, все, больше не просыпается. Приноровился. Конечно, руки помыть бы теперь где-нибудь. Было бы прям-прям вообще супер. Но я думаю, что если я с этим справился, то и руки я найду где помыть. Теперь важно в мусор отнести в мусорное ведро. Скамеечку отстряхнуть. Протеинчик. Болтать и размешать. Но все, огонь. Выпито. Руки ополоснуть и будет супер. Пирог я показывать не буду. Пирог как пирог. Мне нужно две руки, чтобы хавать и идти. И пить. Но мне туда. В ту сторону идти далеко довольно-таки. Поэтому все, в мотослоне увидимся. Ребят, сейчас сложнейший вопрос. Тут только ваша помощь нужна. Вот смотрите. Вот если я машина, то мне можно идти по велодорожке? Или нельзя? Помогите Русланчику разобраться. Пишите в комментариях. А я уже про счет отопал. Да, отопал. До мотополе мотоцикла. Тупо сказал. А, мотополе тогда. Если автополе машины, то мотополе мотоциклы. Такой. Подборочек тут стоит. Дедушка. Дедушка-трансформер. Вот это быстрый парень. Пипец какой. Это серьезный парень. Так. Ну, еще меня притопал. Кстати, выбор вообще маленький остался. Почти все моторы купили. А, вот сидит Арина. А она мне продала мотоцикл. Да, это моя. Если кто не захочет купить мотоцикл, мне напишите, я дам вам. Вот там ссылочка будет. Ну, если не скинешь свой инстаграм, будет ссылочка. Будет, будет ссылочка. В смысле, я подписана вообще-то как бы. То есть я должен в инстаграм помнить, ты думаешь? Да. Люди наивные. Короче, ты не скинешь, если ссылку в ватсап, то я вставлю. А, не скинешь, ты вставлю. Не туда? Да. А то у меня крепеж для телефона чуть-чуть развалится. А я сам не доеду без навигатора. Сломали, кстати, эту штуку. Резинку? Нет. Что вы сломали? Что-то не уже сломали. Отдал им бончик. В прошлую крепежку мы сломали. Зачем? Случайно. Рукашопы. Значит, подтягивать, она крутилась на руле. Я на треснику. Какие варианты? Рукашопы, каемся. Какие варианты? Какие варианты? Ну, хоть честно, не приклеили. Чего? Они не манерят, это не про нас. Либо мы завтра вам видео купим, закажем в гоупро магазине не оригинальную. Ага. Охрененные мужики, да? Вот это называется сервис. Вот так вот и хорошо мотик продали. На ТО записали сразу, когда попросился. Вообще огонь. В смысле мужики? Вообще-то не мужики. Не продали, не записали. Нет, они сломали штуку. Вот они сломали, а я хорошая. Окей, она хорошая. И резинок сколько мне привезла? Просто. Чтобы теперь они не сломали, я тебе точно починю. У меня есть четыре резинки. Жвачка и скотч. Отдали красавчику. О, поставили мне штуку. Смотрите. Чпоньк. Плотненько сидит вообще. Теперь есть. Вот такая вот штуковина. Очень даже хорошо. Шая будет, конечно, ржака. Нужно уже в банк ехать. Оформлять. Подавать заявку на охраняющий размер кредит. На контору. Дурачок, это защитивить. Если приду, это все. Маме, мне кажется. Нет, два варианта. Это начальнику отделения нравится. Мотоциклы лесам гоняют. То все хуже. Слушай, пацаны. Вот такие вот джерси. Адекватного размера, не под защиту. Скоро будут доступны в предзаказ. Со скидкой 50%. Мы их сделаем. Сейчас мы эти потаскаем, постираем, покачаемся. Посмотрим, как они держатся. Этот материал вообще чисто спортивный. Это хоккейная форма, это баскетбольная форма. Ну, думаю, что он должен жить максимально долго и здорово. Мы их оттестируем. И все будет окей. Будут джерси длинные. Будут джерси, как Gorilla Wear. Розница будет где-то 4 500. Ну, а первая партия будет с скидкой 50%. Вот такие дела. Кто в городе меня увидит, громко не сигнальте, чтобы я не это не пугался. Ну что, мод сделали все огонь. Катался все огонь. Всю неделю в Питере шикарная погода. Собственно, на нем не записываешь ролики. Поэтому вот сегодня суббота уже прошло много дней. Не знаю, сколько. Я уже не понял, когда я вообще делал ТОшку. По-моему, это был... Я, короче, не помню. Ну, не важно. В общем, 3 или 4 дня точно прошло. И только сегодня у меня по ощущениям восстановился верх тела. Все мышцы, которые я потренировал. То есть они восстановились на уровень, так скажем, готовности к новой работе. И думаю, что теперь у меня есть еще примерно 2 дня на компенсацию верхней части тела перед следующей тренировкой. То есть мы сначала потратили все ресурсы, восстановились. И у нас еще есть момент такой, что мы какое-то время можем получить дополнительный заряд. То есть, например, экстра чардж. Чуть-чуть больше запасти элементов питательных, которые мы потратили. И уже с этим запасом отправляться на тренировку. То есть момент такой краткосрочной сверхкомпенсации. Мы вокруг него и пляшем мы постоянно. Так мы и занимаемся. Сегодня тренировка будет ног. Снимать я не буду, потому что мне лень. И тем более, чем снимать тренировку ног сегодня, раз в этом ролике уже есть тренировка, тренировка, тренировка верха тела. И тренировкой на ноги этой я практически завершаю. Надеюсь, кстати, стабилизация справляется, потому что колбасит. Прямо я чувствую, что нехило подраздило дорогу. Заканчиваю период такого условного у нас набора, хотя я на самом деле даже подсох. Но многие видели по ромке Халюлину, что массу мы набирали-набирали, стали глубже, больше, объемнее, чем соответствующий вес его прошлогодний на подготовке. Но при этом мышечная масса выросла, а жировая простойка стала меньше. Вот такая магия у него произошла и у меня произошла. Вот мы с ним буквально вчера виделись, лежал в Алиджим. Ура, выезжаю на нормальную дорогу. Что у меня с собой припочено на тренировку? Это 3 грамма цитрулина, это полная порция предтрена Рейдж Про 2.0, это, по-моему, 4 грамма эль-карнитина я насыпал, и у меня дома кончился креатин, сапожник без сапог, да. Я его возьму со склада в понедельник. Также у меня с собой 60 грамм сыворотки после тренировки выпить. У меня с собой еще энергетик, потому что если очень сонный, я как-то вообще просто разбитое кусок теста, короче, прям вообще не огонь. Я сегодня не огонь. Поэтому я еще взял энергетик и такой питьевой. Его я тоже бахну, просто дополнительные 150 миллиграмм кофеина, то есть на выходе у меня их будет 300. 300, вы помните, да? Надо опять написать какую-нибудь гадость в комментариях про 300. Итак, друзья мои, на этом я прощаюсь. Я вас прошу поставить пальцы вверх, посмотреть ролик целиком. Хотя, если вы смотрите это место, вы посмотрели целиком, поэтому круто. Потому что YouTube этого хочет. И я хочу. Надеюсь, вы хотите, и вам это интересно. Оставьте свой комментарий, потому что, ну, как бы вам не западло. Я прочитаю. Вы считаете, прям напрямую с вами пообщаетесь. И канал сможет расти, ролики смогут продвигаться. Потому что вы мне пишите в личку Рус, блин, так круто. Я смотрю, мне нравится. Кому советую, всем тоже нравится. Почему? Почему просмотров не так много? Чтобы было много просмотров, нужно взять какого-нибудь другого известного человека или спортсмена. И написать, что он гомик. И вор, и лжец, и негодяй, и химик. И вот тогда будут просмотры. Тогда все будут, все будут прямо ждать этот поток желчи, чтобы им полюбоваться, им насладиться. Видите, у нас этого с вами нету, поэтому канал так прям архи, архи, архи круто не качает. Приду ли я когда-нибудь к этому для развития медийной части, я не думаю. Я не знаю. Мне хочется чем-то другим находить с вами точки соприкосновения и с новыми людьми, с новой аудиторией. Эта возможность у меня есть только благодаря вам, поэтому скопируйте ссылочку на видео, ставьте ее на своей страничке в ВК, сделайте свайп на своем аккаунте в Инстаграме или просто в сторис выложите, что вот там, ребят, было норм. На этом я прощаюсь еще раз. Крепко вот так вот, уууу, прямо обнимаю. Покеда.